Здравия желаю, товарищи зрители! Если вы приперлись мимоходом, не умеете читать, либо смотрите меня не с ютубной страницы, где не видно логин, который он же никнейм владельца канала, того, кто вот тут на вас вздирает с монитора, то специально для вас. Вы на канале Ivo Forever. Именно R на конце. Да, вот такой момент. Звать меня Лёля Ячайная Ильфа или Чайная Фея. Ну и у меня видос сейчас будет о покупочках из фикс-прайсика. Ну а тем, кто меня как бы смотрит не первый раз, вам просто привет. Вчера была у меня подружка Дашка. Кто успел посмотреть стрим, который второй раз удалился, я написала в поддержку ютуба на тему, вот с какого хрена удаляется стрим после завершения, когда стоит галочка сохранить его в настройках. Меня проигнорили. Я написала сегодня в как бы форум поддержки ютуберей. Там некий человек отписал мне, а вот напишите в техподдержку. Я ему ответила, что я писала в техподдержку, но меня проигнорили. Хотя у меня уже было несколько моментов. Я таких вот ошибочных, глючных багов таких на канале. Я писала в техподдержку. Техподдержка меня стабильно игнорила с одним и тем же багом. Но я потом нашла возможность, как его решить. Надеюсь, что все-таки решилась в лучшую сторону, а непонятно как. Когда у меня было на канале 100 всего лишь подписчиков, и какая-нибудь проблема возникала, что, допустим, не могу ответить на комментарий комментирующего меня, и писала об этом в ютубную поддержку. Мы не отвечали тут же. Вот в чем прикол, когда у тебя 100 человек подписчиков или 5 с хвостиком? 5 тысяч в смысле. Ну, в общем, была у меня вчера подружка Дашка, я ей жаловалась, что я забыла купить, никак не куплю, точнее, ножичек канцелярский и ластик, который с терочкой, стирать карандашик такой. Порисовали бы и стереть надо, если что-то вдруг. И она мне говорит, сходи туда, или сходи, говорит, в мету или в фикс. Фикс прайс. И мне вчера в стриме, кажется, вон, кот в кадре, кота зовут Тишка. Т-И-Ш-К-А. А то некоторые тут в стриме, ну, благо он не сохранился, может быть, в чем-то даже плюс, то, что не сохранилось, потому что в одном стриме что-то писали, частично какую-то околесицу, в прошлом стриме вообще какой-то этот, трендец был в каком-то плане. привет Владу. И там кто-то вопрошал, как же зовут кота, раз пять, наверное, повторяла. Если вдруг кто не расслышал, не знает. Короче, вчера в стриме я жаловалась, что вот ластиком мне надо. А кто-то мне говорил в стриме, типа, вот хорошо бы было, чтобы ты что-нибудь обозрела, я еще так повопила, что я туда не собираюсь. И вот случайно собралась. Вообще, как я случайно собралась, туда поехала на маршрутке обратно, где-то почти полдороги прошла пешим, так кругалями, затестила вот это животное, потом скину на комп, замонтирую, что там вышло, сама гляну. Ну и, в общем, заодно где-то так уже ближе к середине дороги вдруг понимаешь, что мне же не на механку идти, так-то быстрее было бы, а в цветочный пинтюлить. Села я в музыкалке на автобусе. В общем, там просили как бы хавчик вроде, или типа того, но у меня частично хавчик сожрался. Я поехала, совершенно забыв покушать, ну как бы я покушала, но поздно у меня утром сегодня приходил человек, делал мне там кое-что, ну, кой оставшийся мелко ремонт, скажем так. Звонок мне поставили, теперь я со звонком, теперь стучаться и звонить на мобильный, как мне вчера подружка, по-моему, вчера или позавчера, короче, пришла ко мне как-то подружка, я знала, что она придет, вчера, наверное, это было, да, вчера, и я знаю, что она придет, и я еще по времени не думала, что успею в душик, а в душик я не успела, слышу, бодь-бодь-бодь-бодь-бодь, и трын-дрын-трын-трын-трын, телефончик, оказывается, вот я не слышу ее стук в дверь, а она пытается ко мне попасть. В общем, давно я хотела чипсиков, и что-то все как-то месяца два, наверное, хотела, вот очень сильно хотела, когда только сюда переехала, но как-то вот, ну, ни с руки, ни с ноги, вот, то ли чипсики, видите, то ли, сейчас я, ну, пакет огромный этих чипсиков, а тут, значит, фиксики, фиксики, прайсики, были чипсики, 20 грамм, 11, или типа 10 рублей, да, кстати, у меня там эта фиксовая карта есть, я ее, наверное, сейчас не достану, потому что я хз, где у меня этот кошелек, в общем, есть у меня фиксовая карта, еще с момента, наверное, когда фикс прайс, ну, может, год был в угле, вот у меня так фиксовая карта есть, она до сих пор существует у меня, и она набирает периодически бонусы, вот я там пару раз в этом году была, у меня какие-то бонусы начисляли, сначала много начислилось, потом они куда-то вкинули, потом они появились откуда-то, я не понимаю вообще их систему этих бонусов, потому что, допустим, в пятерке сначала ты оплатишь покупку, потом тебе бонусы начислятся, а тут сначала бонусы начислятся, а потом ты покупку оплачиваешь, и оказывается, можно до еще оплачивания покупки эти бонусы либо зачислить на карту, как мне сегодня сказали, либо ими оплатить частично покупку, и вот у меня там каких-то 22 бонуса было. Я не поняла. То ли эти 22 были со всей покупки, то ли 22 все вместе с суммой. В общем, оплодила я на 22 бонуса меньше. Тут у меня чипсики. Московская картошка, 1963 года рождения. Точнее, московский картофель. Лука, сметана. 20 грамм, по-моему, должно было быть. Правда, я тут не вижу, где эти граммы. Приятного аппетита. А, нет. Тут, оказывается, 30 грамм. Тут 30 грамм. Московская картошка. Чуть-то дешевле, чем, по-моему, этот самый следующий картошка, который будет в пакетике. Вот она такая слегка мягковатая была. Такая, ну, как бы вкусненькая химическая картошка. Но вот по сравнению с другой картошкой вот эта картошка была более похожа на жареную картошку. Ну, такие вот. Может, в вашем детстве ваши дедушки, бабушки, мамы, папы делали вам жареную картошку кружочками, тоненькими такими, на сковородочке. Вот больше похожа вот эта картошка на ту самую картошку. Хотя я подозреваю, что тут химии не меньше. Тут у нас сыр. Сыр я совершенно не чуяла. Чуяла чисто вот такую обычную картошку кругляшками. Тонкую, тонко порезанную, пожаренную на обычном каком-нибудь масле. Вкусненькая картошка. Она, вон, 12 рублей стоила. Ну, что-то как-то... Тут 20 грамм, кстати. Тут вот вроде пакетики одинаковые. Кажется, так вот. Тут 30 грамм, тут 20 грамм. Разница там что-то в рубль, что ли. И еще у меня были... Я в прошлый раз их увидела еще и что-то подумала, но как-то, видимо, есть не хотела. Тут я уже в магазине поняла, что если я сейчас что-нибудь не сожру, то я коньки откину. В общем, я тогда как-то видела у них вот такие вот смеки. Я потом поняла... Тогда еще поняла, что это как бы не чипсы. Ну и тут понятно, что это не чипсы. Лавашевые чипсы, сметану и зелень. И я сожрал два пакетика. Пока шла от фикса через магнит косметики, оттуда так и не зашла. Просто мимо шла. До практически ДК. Вот такие вот. Это тупо кусочки лаваша, который высох, поломался, ну и, наверное, какой-нибудь химией опрыскался. Я думаю, этот... Я пару кусочков только селила. Они очень крепкие. Как обычно, сухой лаваш. Вот он. Тоже что-то он... Не помню, сколько стоило. У меня там человек есть, но как-то там мне дать эти баллы, оплатили эти... Частично оплатили какие-то продукты. И я не знаю, сколько он стоит. Ну, за все... Да-то и за все... Короче, любители часто походить в фикс-прайс, я думаю, должны знать, сколько эта хрень стоит. Тут у нас 45 грамм. Я думаю, ее сегодня с обедом. Обед, конечно, дико поздний. У меня тут уже почти 7 вечера. Я какой-то сериал, помню, смотрела французский. Может, тот же или на ребята. Может, еще какой-то французский сериал. Там в 9 вечера стабильно обедали. Не знаю почему. В общем, у меня без 5-7 вечера. Вот, кстати, сейчас подумала. Я когда снимала тогда на штативе чего-то такое, еще кто-то написал в камень, что неужели Леля смотрит на меня. Короче, я уже забыла, как вот это... Смотреть на время. Когда вот на штативе на Соньку пишешь, там же время ограниченное. Там 29 минут с копейками. А тут... Не знаю, сколько можно писать. Сколько проговорить на эту камеру благодаря подписчику одному. Бывшему вчера, кстати, тоже в стриме. Лавашов. Лавашов. В общем, тут у нас такой лавашов. Мне, по-моему, он напоминает Гоголя. Не знаю, как вам. Видно морду Гоголя? В общем, по-моему, это Гоголь. В общем, косплей Гоголя под названием Лавашов. Я думаю, его супчиком сегодня захомячить. Вот сейчас тут уже... Я помню, что там как-то покупала бычков в томате. За 25, что ли, рупий. Я не помню, они мне понравились, не понравились. Как я от них восторгалась. Мне сейчас опять зелено. Мне простительно. Я до трех ночи переводила вампира после вашего трех почти часового стрима. Потом что-то пока засыпала. Короче, я спала сегодня силой часа 4, в лучшем случае. То, по-моему, 3 с половиной. Что-то я такая замерзшая была. Бессонница меня словила. Бронища еще встала. Часик потом, правда, я полежала. Думала, ну, поспать, не поспать. Пока соображала, поняла, что я уже на стуле засыпаю. В общем, бычки обжарены в томатном соусе. Не помню, как они мне нравились. Не нравились. 240 грамм. Состав нормальный. Я думаю, если что, если вдруг не понравится, то я их отдам коту. Кот у меня их сожрет за милую душу. А если понравится, ну, надо где-то записать. Это как вот здесь какие-то такие роллы в манеке. Аляска называется. Очень острые. Я помню, мы с Аленкой два раза были в манеке. Ну, не в смысле два раза. Вот оба раза я покупала эти манеки. Они были острые. Я забывала стабильно. Она мне это, ну, типа, ну, они же острые там или что-то в этом роде. Я не помню второй раз она мне говорила, что они острые или нет. Я беру, значит, опять манеке, в этом манеке эту аляску. Она опять острая. И в следующий раз я уже ее попросила, Аленку, сказать мне, что если я вдруг увижу эту аляску в манеке и забуду, соответственно, что она острая, сказать мне, что это острая. Ну, чтобы я не брала. Да, я еще искала там вот эту хрень. Мне сказали, когда обозревала свой заказ с Азона этих баночек пустых, что фикси есть. Я думала, фикси просто еще отдельными баночками есть. Вот, кстати, тут тоже есть вот эта вот фиговина. Ну, в общем, вот такой, я не знаю, сколько он стоит. Я хотела сначала взять два, думаю, хрен знает, сколько он стоит. Надо хоть по чеку-то глянуть. Потому что если по одной цене, то ладно. А если там 77 с чем-то, то как бы это жаба задушила. Набор емкости 50 рублей 13 копеек. Видимо, это баллами заплатилось. Ну, короче, может это 55 стоит, может это, не знаю, сколько это стоит. Кто в курсе, если знаете, мякните мне в комменты, пожалуйста. Короче, тут вот этот спрейчик, по ходу дела тут два спрейчика. Тут какой-то непонятный, если нахоть его открыть, да глянуть. Так, в какую сторону-то его открыть. В общем, тут у нас... А, это типа под пенку. Хрен откроешь. Потом открою. Когда-нибудь, надеюсь. Вот это нормально, хоть и туго. Держит, открывается. Это просто спрейчик. Это у нас обычная баночка. Вот у меня баночка от Сазона. И вот у меня баночка с Фикс Прайза. Но она такая потолще, а эта потоньше. Думаю, по объему должны быть, наверное, одинаковые. Может, там еще где-нибудь написано, что почем. Да, три емкости 60 мл, одна емкость 10 мл, воронка и лопатка. И вот тут также есть, как в том моем озоновском наборе, воронка, наверное, такая же, и лопатка. Я как раз вот сегодня, я уже знаю, что я уже месяц, наверное, говорю периодически в видео, и вообще пишу где-нибудь и думаю, собираюсь это сделать все-таки вот для ногтей. Потому что, ну, надо. И вот такая вот баночка с белой крышечкой. В принципе, я думаю, что она размеровная такая же, как на Озоне, из-за озоновского набора. Но, с другой стороны, озоновский набор мне, по-моему, за 200 с чем-то обошелся. Или за 100 с чем-то, я уж не помню, наглянуть вообще, сколько он стоил там. Но, если это 55, то, в принципе, выгоднее, наверное, покупать вот эти две хренатеньки. Сразу две, точнее, в этом фиксе купить. Там еще у нас несколько висит в магазине. То есть, я была уверена, что там их нет, потому что большая часть того, что рекламируют, там, на сайте мне подписка, рассылка, это она была, до сих пор приходит. Где-нибудь там в обзоре в каком-нибудь, кто-нибудь там что-нибудь в каментах скажет. Оно у нас вообще не есть. Я помню, туда как-то поскакала специально, когда кофейная серия была, и должен был этот венчик, капучинатор быть. Мне Заремка тогда еще не подарила. И поскакала туда, у них все есть, кроме этого венчика. Венчика тупо не завезли. Ну, в общем, так, думаю, наобратно это зафигачить пока. Ну, так, неплохой набор. Хотя в каментах на Озоне писали, что вот сам тот набор, который я покупала, ну, был такой камент, что типа, а, такой плохой набор, такой же по качеству, как вот этот, а вот этот вполне нормальный фиксовый наборчик. Ничем не хуже, чем Озоновский. Так, еще я купила себе два ластика. Без понятия, сколько этот ластик. На, кстати, хоть глянуть. Там цены вообще не было. Там вот, я некоторые вещи, я бы, может, и купила, но непонятно. То ли за это, если за это, допустим, 55 или 50 рублей отдать, это нормально. А если 99, то это как-то уже перебор. В общем, чипсы у нас вышли 11.39. Пакет майка у меня вышел 1 рубль 82 копейки. Московский картофель тоже 11.39. Это, а, это лавашовские чипсы вместе с картошкой московской. А, и чипсы лэйс тоже по этой же цедянина, с и 39 у меня вышло. Зефир ванильный, ванильный жевательный, который я еще покажу, 50.13. Набор изолент 45.57. Вот как раз я, а нет, еще не их собиралась. Набор емкости 50.13. Бычки обжаренные 22.79. Набор ластиков 22.79. Наверное, они 25 стоили, потому что там что-то все по 25 было. Какой-то 227 рублей 40 копеек я обдала. Вот те вот. Тут у меня что-то вообще какой-то очень сильно огромный чек был. Еще кусок упал. Ну ладно, потом подниму этот кусок чека. В общем, вот такие вот ластики. Я надеюсь, что они уменяемые. У меня, потому что был такой ластик, мне кто-то задарил красивый такой синий ластик с каким-то рисунком. Нифига он не стирал ни тогда, ни сейчас. Блин, я думала, что такое? А это у меня кот дерет этот самый. Ластики в какой-то фигне. Очень надеюсь, что они все-таки уменяемые. А то как-то это, 20, почти, ну, 23 рубля за два ластика, если они вообще никакие. Откровенно говоря, жаба душит. Да, и как вы поняли, ножик я не купила. Там был канцелярский ножик на слона вообще какой-то огромный. Я не знаю, что им делать. Кого им это, зарезывать? Какую бумагу? И был какой-то вообще вот плоская такая фигня. С пола, вот так, с треть ладони, наверное, моей. Вот так вот. Желтенькая такая, там малюсенькое такое лезвие. В наборе хрен знает сколько он стоил с ножницами. Я так подумала, надо мне завтра, наверное, если погода нормальная будет, и мне не слишком долго и не слишком поздно эту стиралку будут устанавливать, сгонять до моего любимого спортивного магазина. За обычным канцелярским ножичком. Не знаю, вот он как-то этот. Смущает меня этот ластик, но я очень надеюсь, что он тут просто по виду меня смущает. В общем, ластик. Это у меня пакетик. Тут у меня еда была, я с тобой клендельки брала. На поесть. Я же не думала, что я всякую фигню накуплю. Я думала, что я куплю только ластик и ножичек канцелярский. Короче, вот я ее тут в чеке зачитывала, купила себе изолентный набор изолентки. Я вообще тупо хотела какую-нибудь просто синюю или черную изоленту. Но тут было черное, белое, красное, полосатое, желто-зеленое, синее. Ну уж, какая разница. Просто иногда надо, потому что вчера понадобилось, изоленты не было. Точнее, сегодня понадобилось утром. В общем, изолента. Срок годности 24 месяца. То бишь, через 24 месяца она перестанет быть липкой. Она с декабря 2017 года сделана. В общем, изолента. А что у нас тут осталось? А у нас тут осталось уже этот пакетик пустой. И вот эти вот я раза два пыталась скрыть. Но первый раз я вспомнила, что у меня есть крендельки, которых уже нет. Второй раз я что-то подумала, что как бы нехрен жрать, придешь домой и съешь. А тут я только собралась их вроде захавать, а потом вспомнила, что я еще не обозрела их. В общем, обычный маршмеллоу, жевательный мармелад. Точнее, это жевательный зефир. Ну ладно, перепутала, 150 грамм. Пшеничный сироп, сахар, вода, пшеничная декстроза или хрен, наверное, как желатин. Натуральный ароматизатор, ваня, краситель Е120. Я и только что вспомнила, что года, может, уже два назад у меня просили видос про Ешки. Но я так еще не прочитала инфу про эти Ешки, поэтому видосы никак не записать. Когда-нибудь прочитаю. Но так как человек, напоминающий мне, тоже сообщение читает раз в сто лет, видимо, не особо надо, то я так попросила напомнить мне там через неделю, то вот это через неделю уже, по-моему, полгода прошло, если не больше. В общем, всем спасибо, что были со мной до конца, кто не был со мной до конца, соответственно, этого не услышал. Всем пока!